Если бы, друзья, в этом мире мы с вами смогли бы почитать, какое количество дебилов живет на планете Земля, то мы бы с вами ужаснулись. Но не в наших с вами правилах оскорблять людей, но это не мешает нам критиковать явления. Друзья, в Украине живет такой самородок под названием Николай Тищенко. И это, конечно, уже не человек, а целое явление, да, со знаком минус. И я думаю, что вы видели короткий ролик Николая Тищенко о том, что в парламенте трудятся героические люди, то бишь наши украинские депутаты в Киеве, на улице Грушевского, героические люди. Потому что, как говорит дословно Николай Тищенко, когда звучит сирена, они не идут в укрытие, они находятся в зале, потому что понимают, что законы и проекты очень важны, и они их принимают, рискуя своей жизнью. Поэтому в парламенте, согласно впечатлению Николая Тищенко, работают героические люди. Я помню в одной прекрасной книжке о бизнесе, где было сказано, они не врут вам, они просто вам не говорят всей правды. Ну, это касалось ситуации с банками и так далее. И вот, когда ты слушаешь, когда ты встречаешь такой короткий ролик с таким явлением, как Николай Тищенко, ты понимаешь, что эти люди намеренно врут всем нам. И эти люди не то, что недостойны быть там, где они сейчас находятся, а их место в тюрьме. Потому что делать подобные заявления в военное время, в тот момент, когда в Украине идет война, уже порядка десяти лет, это, конечно, преступление в чистом виде. И то, что это покрывается властью, такое явление, как Николай Тищенко, это, безусловно, неприемлемо. Суть, правда, очень простая, которую не сказал Николай Тищенко, а суть очень простая. Парламент, Верховная Рада, Кабинет Министров и эта территория, правительственный квартал вместе с администрацией президента, безусловно, это определенная крепость, которая очень мощно и наглухо закрыта нашими системами ППО. И именно поэтому можно себе позволить не идти в укрытие, находясь в парламенте или в офисе президента. Вот такова правда. А Николай Тищенко, безусловно, либо он хочет в данном случае забрать лавры Виталия Кличко, либо это явление, конечно, протухшее, скисшее, и тюрьма по нему плачет. И еще раз хочу вам напомнить, что суть не в том, что они вам врут, а суть в том, что они не говорят вам всей правды. Поэтому, друзья, думаю, что с таким явлением, как Николай Тищенко, в украинской политике давно пора кончать. Будь мой орач, друзья. Орач и только орач. И капи меч. Пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу, по поводу этого явления. Будем обсуждать и делиться нашими впечатлениями. Будь мой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова